Привет, с вами главный редактор Константин Иванов, главный редактор Технокухни. За 4 дня мы с вами собрали больше 8253 рублей. В принципе, классно. Ребята, спасибо. Вы молодцы. Слали разные суммы. Слали кто-то и 10 рублей, кто-то и 2000 рублей. Ну вот, собрали такую сумму. Нам нужна 54 тысячи рублей, чтобы взять оборудование. Кто-то скажет, что это невозможно. Я считаю, это возможно, потому что, еще раз, давайте посмотрим наше видео. Вот ту же просьбу про помощь смотрело свыше 3000 человек. Ну, ребята, ну это же 2000 человек. Не так ли? 2000 человек. Если бы каждый внес, как я предлагал, по 27 рублей, то как раз было бы 54 тысячи рублей. Ребята, не надо смотреть. Смотреть просто. Посмотрел, закрыл. Ребята, вот посмотрел видео, положил 27 рублей в копилку и все. Кто-то там живет в Америке, в Европе, в других странах. В общем, у вас же есть родственники в России. Ну, попросите. Попросите. В принципе, мы прекрасно проживем, как бы, и без этого нового веяния, без этой новой идеи. Вот ко мне вот сегодня пришла вот такая клавиатура, мышка. Мышка тоже там была еще, вот гарнитура пришла. В принципе, мы обзоры уже в выходные эти снимем. Но, как, опять же, показывает статистика. Вот обзоры всяких таких девайсов. Ну, вот смотрят там 1600 человек, 1500 человек. То есть, им это неинтересно. Если посмотреть вот статистику, вот у нас 427 тысяч просмотров за месяц. Вот за последний период посмотреть, что народ смотрит. Народ смотрит, естественно, и видеокарты сравнение. Народ, естественно, смотрит сборку. Народу надо знать, какой процессор и видеокарту купить для Watchdog. Видеокарты, опять же, снова процессор, снова видеокарты. То есть, народ... То есть, смотрите, мы просим денег не чтобы там сказать, ой, помогите технокухне, она загибается, она умирает. Там, чтобы... Там, нет, нет, конечно. Технокухня и будет дальше работать. Но она... Ребята, она будет вам делать вот такое дерьмо и вот такое дерьмо. И у нас еще идет... Нас к нам, нам идет всякая хрень, короче. Ну, она идет, мы ее продащем и, собственно, на этой и живем. И не только на это, на просмотры, на спонсорку, но этого мало. Кто-то предлагал, ребята, типа, ну, если у тебя есть такая классная идея, то... Чувак, что ты паришься? Возьми в банке кредит, ведь это твой проект, блин. Расширяй его. Это что твои... Что ж ты у нас просишь? У нас... Ну, вот, парни нормальные, там, ходим на работу, там, получаем зарплату. Зарплата вся уходит, да. А вот ты там, ты вот будешь там шиковать, такой козел нехороший. Возьми кредит, парень. Возьми кредит, возьми все это оборудование. Сними классные обзоры, продвинься. В этом есть какая-то логика, но... Если честно, мне страшно, что эти деньги, эти 54 тысячи, уже не окупятся, потому что я же вам в прошлый раз приносил, ну, в качестве доказательства, то, что вот даже такой классный обзор, который у нас 100 тысяч собрал просмотром, 100 тысяч, он по деньгам, по деньгам он, может, даже, если тут есть общий расход, по деньгам там набрал, так, надо за все время, да, вот его существование. Вот смотрите, вот этот обзор просмотрела 100 тысяч человек, он набрал 60 долларов или чуть больше 2 тысяч рублей. То есть, если бы я покупал за свои деньги 780 Ti плюс 290 X, если бы даже я их потом продал после обзора, я бы не окупил эту разницу, ребята. И это уникально, то, что вот он набрал столько. То есть, я не окуплю вот эти свои вложения в проект, то есть, нам это будет невыгодно, то есть, это ударит по нам, ребята. Так что, это больше нужно нам всем, понимаете? И второе, почему я прошу? Я имею полное моральное право просить средств, так как, ну, так случилось, что именно Технокухня на данный момент именно делает показательные, простые, наградные обзоры. Она не ангажирована. И вот мы всегда, когда там снимаем мерки, мы разгоняем видеокарты всегда, разгоняем процессоры всегда. То есть, мы выжимаем систему на максимум. И не просто как, вот, есть многие СМИ, они в дефолте дают информацию, а мы именно даем в разгоне, то есть, мы выжимаем все по максимуму. То есть, что будет, если человек купит такой процессор и такую системную плату, такую видеокарту? Что из этого получится? Сколько он на максимуме выжмет? Максимум, причем разумно. То есть, это воздушное охлаждение, то есть, ничего сложного нет. Как разгонять мы сами показывали. Там вообще проще простого все. То есть, естественно, вот, я хочу вам сказать, что я сделаю взамен этих денег. Я сделаю как минимум 6 обзоров. Я, значит, первый обзор сделаю, вот, сравнение процессоров проведу. В общем, интересно, что действительно, если собираешь новый игровой компьютер, что действительно брать. Если к тому моменту, как мы соберем средства, в магазинах уже будет 46.90 и 47.90, и разница будет небольшая, там, ну, 300-500 рублей, конечно, мы возьмем, наверное, новые. Если у нас будет много средств, мы возьмем сначала новые процессоры, потом вот эти старые, может, даже БУ или не БУ, это уже не важно. Многие, кстати, говорят, возьми самый старший процессор, там, отключи гипертрейдинг, ты получишь вот этот, потом снизь частоты, ты получишь вот этот. Понимаете? Ну, можно так сделать, но это извращение. Я хочу взять процессор в чистом виде, в чистом, без всяких ухищений, чтобы, понимаете, главный вопрос, вопрос доверия. Нашим видео доверяют, потому что мы все делаем на совесть, и именно мы хотим честного сравнения. В общем, второй обзор, это будет Mate, и как она разгоняет процессор, до каких частот, потом будет SLI, тоже до каких частот, потом большой обзор MS Power, как она вообще, все ее фишки, нужны, не нужны, и, конечно, мы разгон тоже рассмотрим. Дальше, какую плату все-таки взять, вот, Mate, которая, сколько, 3400 рублей, и Power, которая 6600, вот, тут почти, в два раза разница, а что лучше. Так, обзор, от Gigabyte, с Афиром, как я уже в прошлый раз говорил, сравним, это уже, будет, уже 6 обзоров, это как минимум, а еще вы там попросите меня, что-нибудь с ними сделать, я тоже что-нибудь с ними сделаю, в будущем, мы все-таки достанем вторую, R9 290, Cross, Cross, это всегда интересно, соберем, и, вот, для Cross'а, что взять, плату за 4400, или за 6600, вот, тут это, очень, интересный вопрос, который, на который нужно, дать ответ, а, грамотный, надежный, чистый, кристальный, прозрачный, непредвзятый, ответ, дать может, только технокухня, но, ну, так сложилось, пока, мы и рады, конкурентам, но, пока вот так, с Арсиком поговорю, достанем кулер, тоже поставим, и сравним, с гигабайтовской версией, и с сапфировской, дальше, выйдут новые видеокарты, у нас уже будет база, то есть, если раньше, ребята, мы брали, старые, мои, замерки, R9 290, то, сейчас, когда вот, я достану, вот эти карты, на тест, я не знаю, когда они выйдут, но они выйдут, или вместо них, еще что-нибудь выйдет, или мы, R9 290, X2, все-таки, нам дадут, в общем, я сделаю перетест, то есть, мне приходят новые карты, я не буду пользоваться, уже, как раньше, старыми записями, чтобы сравнить, а я перетестирую, и у нас будет, полное сравнение, то есть, вот эта ваша видеокарта, будет у меня в стенде, всегда, а когда, морально устареет, я ее продам, не знаю, тогда, наверное, уже мы будем мощными, уже денег просить не будет, будем, я ее продам, и куплю для стенда, новую карточку, ну так, и, была, конечно, у меня идея, посадить, Настю, за новости, то есть, если мы уж не собираем, 54 тысячи, посадить Настю на новости, она будет каждый день, нам читать новости, но я почитал, свежие, сегодняшние новости, просто пришел в ужас, это, ну, смотрите, Sony Xperia, получает платформу, какую-то, которую, хренчу, и вот это, Android 4.4, ну, ну, очень, ну, да, но, супер новость, про телефон, который, неизвестно, будет продаваться в России, по какой цене, в Raspberry Pi, получил, 4 порта, USB 2.0, в Raspberry, постепенно, становится компьютером, вот, порты добавят, потом, USB 3 сделают, потом, еще, или, что-нибудь добавят, еще, там, какие-то, разъемы, потом, Psi Express, разъем для видеокарты, и пошло, поехало, потом, сокет, чтобы процессор, на нем, менять, ну, короче, Raspberry, уже, станет, полноценной, системной, платой, со, встроенными, там, всякими, вещами, и уже, так, iPhone 6, вот, все встречают, ну, прикиньте, ну, мы каждый день, вот, Настя, своим волшебным голосом, читает, вот, вот, про эту хрень, ну, ребята, ну, это то же самое будет, что, вот это, и, вот это, то есть, никому, по большому счету, не нужно, а вот, если мы, даже, не то, что в России, в мире, детально, разберем, по полочкам, кстати, вот, я сказал, про 6 обзоров, на самом деле, их больше, потому, что, может, я протестирую все, в разгоне, а потом еще, может, сделаю без разгона, как они, или как они работают, на одинаковой частоте, или, ну, что-то, плюс, у меня, кулеры, лежат, под 1150, сокет, несколько, такие, бюджетных, начиная со 100 рублей, тоже интересные обзоры будут, вот, так что, это плохая новость, конечно, новости нам нужны, но, пока, пока, вот этого, вот, не будет, вот это пока, вот это, не свершится, вот это пока, не свершится, и, я считаю, ребята, это все реально, давайте, поднажмем, давайте, соберем, все-таки, если, все, кто смотрит, это видео, все-таки, каждый пришлет, по 27 рублей, из тех, кто, не слал нам, ничего, и никогда, если, они все-таки, пришлют, все, пришлют, все, собираем сумму, я, с Москвы, сразу, везу, разбираем, делаем, обзоры, шаг за шагом, и, приходит у нас, понимание, полная картинка, где, где нас, наябывают, маркетологи, маркетологи, зачастую, сами, ничего не знают, у них, задача, продать, все подряд, а, с вами, задача, при необходимости, выбрать, оптимальное решение, не тратить, лишние деньги, произвести, легкий разгон, получить максимум, за свои вложения, наслаждаться, железом, и, давайте, в общем, ребята, действуйте, действуйте, давайте, работайте, мы вот так работаем, а вы можете нас заставить вот так поработать, ну, делайте выводы, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok